Все мы с вами делимся на две категории, на две категории трейдеров, на два типа трейдеров. Это трейдеры бессистемные и трейдеры системные. Есть такое интересное слово, как дискреционный трейдинг или же бессистемный трейдинг, то есть торговля по усмотрению. Как правило, начнем с данного типа трейдеров. Как правило, эти трейдеры такие хаотичные, они довольно-таки субъективные. В каждой отдельной ситуации трейдер действует по-разному. У него нету системы, у него нету конкретных правил торговли. Эти правила могут менять, то есть каждый раз, в каждой сделке у него ключевая переменная разная. Человек сегодня может торговать по тренду, завтра он решит торговать на коррекции, послезавтра он начнет подписывать на новостях и так далее, и так далее. То есть бессистемный трейдинг имеет место, скажем так, в мире трейдинга, и многие люди и так торгуют и довольны своим результатом, но тем не менее я считаю, что каждый из нас должен стремиться быть системным трейдером, механическим трейдером. И если вы начинающий в этой сфере, я вас призываю к тому, чтобы становиться системным трейдером. Системные трейдеры, они объективные. То есть это трейдеры, у которых есть конкретные правила, которые охватывают все области, все аспекты торговли. То есть системный трейдер четко знает, что он будет делать в каждой конкретной ситуации. Он готов к любому исходу событий, он готов к любому сценарию движения рынка. У него все отточено до такой конкретики, что просто неопределенности быть не может. У него объективность, последовательность – это его основные черты. Системный трейдер, он имеет преимущество над бессистемным. Почему? Потому что, особенно это сейчас касается новичков, потому что нас всегда, трейдеров, окружает очень много разного шума, разных раздражителей. Например, мы состоим в чатах трейдерских, мы читаем новости в новостных сайтах, смотрим телевизор, новостные каналы, и очень много шума. Каждый говорит о своем. И, например, по нашей сделке, у нас по системе, мы сейчас в позиции, и мы открылись, например, по системе, но вот этот шум, эти раздражители могут повлиять на наши действия. И, как правило, это бывает часто у начинающих трейдеров. Торговая система – это набор правил, которые определяют условия, необходимые для открытия сделки и выхода из нее. Условия должны быть обязательно прописаны как для открытия длинной позиции, так и для закрытия длинной позиции. Что должно происходить, чтобы вы открыли сделку на покупку, что должно произойти, чтобы вы закрыли эту сделку. Также конкретно должны быть прописаны правила открытия короткой позиции и закрытия короткой позиции. Эти правила должны быть очень четко сформулированы, однозначно. Настолько однозначно и четко, что вы могли бы дать эти правила программисту, и он бы вам написал автоматизированную торговую систему, написал бы вам советник, робот, да? То есть настолько они должны быть четко сформулированы. Можно привести другой пример. Как проверить четкость вашей системы? Пригласите своего знакомого, родственника, сестру, брата, супругу, кого угодно, кто не торгует, и расскажите ему о своей торговой системе. Поделитесь правилами, какие вы используете правила для торговли. Расскажите, когда входить в сделку, когда закрывать сделку. Если это человек, который не занимается торговлей, который никогда не торговал, он вас поймет и действительно найдет точку входа правильно по вашей системе, значит, можно сказать, что у вас конкретные четкие правила торговой системы. Каждый человек должен создать свою систему для себя самостоятельно. Вы можете это сделать самостоятельно, с нуля создать систему, под тем, скажем так, с теми элементами, которые вам интересны, или же вы можете найти уже существующую торговую систему, перенять ее у опытного трейдера и торговать по этой системе. Но каким бы вы путем ни пошли, я вас призываю все-таки действовать по следующему алгоритму, по которому мы сейчас с вами пройдемся. В первую очередь, система ваша, какая бы она ни была, собственно, созданная собственноручно, да, или же система, которую вы нашли там в интернете, или переняли у опытного трейдера, или вдруг трейдер с вами поделился, неважно. Эта система в первую очередь должна соответствовать вашим предпочтениям. Что такое ваше предпочтение? Это те особенности вашей торговли, которые вы уже за собой замечаете. Это ваши интересы в трейдинге, это ваш стиль, грубо говоря. Вы знаете, я для удобства создала такой чек-лист, где все предпочтения, все возможные предпочтения прописаны. Там есть все, что угодно, и человеку достаточно выбрать, что ему больше нравится, и таким образом определить свои предпочтения. Этих предпочтений должно быть как пять, этого достаточно. Например, например, могут быть такие предпочтения. Мне нравится торговать по тренду, мне нравится использовать индикаторы, мне нравится удерживать позицию столько, сколько необходимо, мне нравится торговать валютными парами, и мне нравится устанавливать стоп-лосс, чтобы контролировать свой риск. Это пример предпочтения какого-то трейдера. Со временем, конечно, они могут меняться, могут добавляться, убираться эти убеждения, но при разработке нужно учитывать первоначально их. Хорошо, что дальше? Мы определились с предпочтениями. Что дальше? Теперь на основании этих предпочтений нам нужно создать торговую систему. Я в этом убеждена, и вы можете как бы со мной соглашаться, можете не соглашаться, это ваше дело, но я убеждена, что если нету, не хватает какого-то из элементов торговой системы, ваша торговая система, ее просто нет. Это не система, это какое-то видение рынка, это какая-то попытка торговать на финансовых рынках, но это не торговая система. Давайте начнем разбираться по порядку с элементами, составляющими торговой системы. Первое, конечно же, это инструмент торговли. Вы можете сейчас проверить свою систему, соответствует ли она этим элементам. Пропишите еще раз, не поленитесь, возьмите бумагу, ручку, напишите себе по пунктам ответы на те вопросы, которые я сейчас вам буду задавать. Первый вопрос. Для каких торговых инструментов предназначена ваша торговая система? Это валютные пары, это сивди на акции, это сивди на сырье, на металлы, это криптовалют, индексы. Что именно? На каких инструментах вы торгуете? И это не должно быть так, валютные пары. Нет, не подходит такой ответ. Конкретно, какие валютные пары вы используете в торговле? На каких валютных парах ваша система работает? Например, это могут быть все мажоры, да, пары с долларом. Это могут быть там конкретные какие-то там евро-доллар, фунт-доллар. Все, два инструмента. И все, если вы прописали этих два инструмента, вы не имеете права больше торговать ни на каких других инструментах, потому что это уже будет другая торговая система. Ваша система должна быть предназначена четко для конкретных торговых инструментов. Конечно, есть системы, которые можно использовать и на валютном рынке, да, и там торговать акциями. Но это уже больше такие универсальные системы. Но я склоняюсь к тому, что каждый инструмент имеет свою особенность, свою волатильность, свой характер движения. И поэтому в идеале, когда торговая система предназначена конкретно для какого-то торгового инструмента или же для категории похожих инструментов. Второй элемент – это временной интервал. На каком таймфрейме вы торгуете? Временной интервал построения бара, временной интервал построения свечи. Какой таймфрейм у вашей торговой системы? Какой таймфрейм вы анализируете для входа в сделку? Оценивайте. Открываете терминал. Какой это таймфрейм? Это M5, M15, M30. Это H1, это D1. Какой конкретно? Третий пункт, третья составляющая, третий элемент торговой системы – это время торговли. А вы знаете, уважаемые трейдеры, когда вы торгуете по своей системе? Какие часы ваша система наиболее эффективна? И когда вы не торгуете по своей системе, вы знаете, вот, пожалуйста, подумайте над этим. Есть ли у вас ответы на эти вопросы по вашей торговой системе? В какие дни недели вы торгуете? В какие торговые сессии вы торгуете? В какие часы, в конце концов, вы торгуете? Учитываете ли вы время выхода фундаментальных новостей? Это тоже важный вопрос. Торгуется ли ваша, например, если вы видите торговый, если вы видите сигнал на вход, и в календаре фундаментальных новостей через час выйдут важные новости, например, по безработице США, вы будете открывать сделку или нет? То есть влияет ли выход этих новостей на ваши решения? Если да, если вы учитываете новости, вы должны прописать, какие именно новости вы учитываете, потому что их очень много. Потому что каждый час, а то и чаще выходят какие-то индикаторы фундаментальные, и их все учитывать невозможно, тогда торговать просто придется, я не знаю, как. Поэтому вы должны определить для себя важные новости, которые вы учитываете. Все остальные вы не учитываете, да, а вот конкретно, например, ВВП, не знаю, торговый баланс, безработица и так далее. Хорошо. Так. Дальше. Четвертая составляющая, четвертый элемент торговой системы – это способ открытия сделки. Тоже очень такой сложный момент, потому что часто трейдеры не знают, какой способ торговли, способ открытия сделки по их торговой системе. Ну, вы знаете, кажется, такие элементарные вопросы, а вот задавали ли вы их себе, да, а как вы открываете сделку? Открываете ли вы с рынка, да, рыночное исполнение у вас? То есть видите сигнал и сразу же входите. Или открываете отложенным ордером. Это очень важно, потому что что такое рыночное исполнение? Это открытие сделки сейчас. Мы не можем точно пункт в пункт знать, по какой цене мы откроемся, потому что рынок меняется, движение котировки, скорость котировки зависит от волатильности, цена постоянно меняется, мы не можем точно знать. Отложенный ордер – это возможность установить уровень открытия сделки по конкретной цене, но нужно дождаться каких-то изменений на рынке. Цена должна дойти до вашего отложенного ордера. Точка входа – это лишь один из элементов, составляющих торговой системы, конечно же, не менее важный, чем все остальные. Так вот, вы должны ответить себе на вопрос, когда вы открываете сделку на продажу, когда вы открываете сделку на покупку. Какие должны быть сигналы для входа в сделку на покупку, для входа в сделку на продажу? Например, у вас может быть абсолютно у всех разные сигналы. Кто-то торгует по тренду, кто торгует против тренда, кто учитывает тренд, кто вообще его не учитывает, кто использует индикаторы, осцилляторы, торгует по уровням, по волнам. Это абсолютно не важно, какой у вас набор инструментов. Важно то, насколько четко вы прописали эти все сигналы. Если вы учитываете тренд при входе в сделку, то что такое тренд? Как вы его оцениваете? Например, восходящий тренд – это постепенно повышающиеся максимумы и минимумы. Опять же, как вы определяете, что такое минимум, максимум, что такое экстремум для вас? Может быть, вы используете какие-то дополнительные инструменты для определения тренда. Например, зигзаг, индикатор, или же вы учитываете фракталы, чтобы определять экстремумы. Это тоже все надо четко конкретизировать, знать. Потому что просто сказать тренд, вы можете, знаете, тренд по-своему видеть и оценивать. Я могу это делать по-своему. То есть я не понимаю, что такое тренд для вас. Если вы мне просто скажете, я торгую по тренду, я не понимаю, как это. Как вы оцениваете тренд? Четко, конкретно должно быть все расписано. Когда вы закрываете сделку? Понятно, что сделку можно закрыть в двух случаях. Или по тек-профиту фиксировать прибыль, или по стоп-лоссу фиксировать убытки. Третий вариант – это не дано. Не, ну, в принципе, на практике-то дано. Третий вариант – это просто слив депозита. Да, ну, зачем тогда заниматься трейдингом, чтобы привести себя к такому состоянию? Для этого, чтобы не было слива депозита, обязательно закрывать сделку нужно. Или по тек-профиту, или по стоп-лоссу. Конкретно прописывайте, где вы ставите тек-профит. Не так, что вы зашли в сделку. Пусть будет, как будет. Когда-нибудь закрою, посмотрю, как все пройдет. Как рынок, куда рынок пойдет, а там решу. Нет, когда вы открываете сделку, вы должны уже, вы уже знаете. То есть перед тем, даже неправильно я сказала, когда вы находите сигнал на вход в сделку, вы уже, даже не открыв эту сделку, знаете, где должен быть стейк-профит, где должен быть стоп-лосс по данной рыночной ситуации. Снимая составляющая торговой системы – это правило сопровождения позиций. Знаете, одно дело войти в сделку, другое дело из нее выйти и вообще правильно себя вести в момент, пока сделка активна, да, пока мы не зафиксировали ни тейк, ни стоп. Так вот, сопровождение как раз в этом и заключается, чтобы мы могли быть готовы к разным ситуациям, потому что рынок непредсказуем. Мы не можем знать, что будет сейчас, завтра, через пару часов. Реально мы не можем этого знать, и нам нужно быть ко всему готовы. Мы должны действовать системно, но быть ко всему готовы. И поэтому для того, чтобы понять условия сопровождения открытой позиции, все зависит от того, какой способ открытия у вас сделки. Если это рыночное исполнение, если вы открыли сделку по рыночной цене, вижу сигнал, открываюсь, вы должны себе ответить на вопросы. Есть ли случаи, когда нужно закрывать сделку вручную, не дожидаясь стейка, не дожидаясь стопа? Что это за случай, что должно произойти, чтобы вы закрылись по текущей цене, зафиксировав текущий результат? Дальше. Есть ли случаи, когда вам нужно переносить стоп-лосс или тейк-профит на какой-то другой уровень? Например, вы можете переносить стоп-лосс без убыток. Такое может быть? Может быть. Какие это условия? При каких условиях вы переносите стоп-лосс без убыток? Что делать, если поступил обратный сигнал? Как действовать? Тоже могут быть разные варианты. Открывать сделку дополнительно вторую, да, то есть получается хеджироваться, да, или же закрывать. Ну, вообще, все, что угодно может быть, но вы должны четко знать, как вы поступаете в этом случае. Используете ли вы трейлинг стоп? Если используете... Какие условия трейлинг стопа? Используете ли вы усреднение доливку? Можете ли вы позволить себе добавиться, открыть еще одну сделку в этом направлении? Или же, наоборот, вы закрываете частично позицию? При каких условиях все это должно быть четко расписано? Каким объемом вы входите в сделку? Кажется, да, такой вопрос, но тем не менее мало кто... Мало кто понимает, что нужен конкретный ответ на этот вопрос. Это у вас фиксированный объем каждый раз. Например, вы всегда торгуете лотом 001. Кстати, я рекомендую использовать фиксированный объем для начинающих трейдеров, которые только делают первые шаги в торговле. У вас всегда должен быть один самый минимальный объем 001 на первых порах, да, для начала. Если это... Вы можете, да, объем сделки, скажем, связывать с депозитом, и, опять же, ваш объем зависит от депозита, как зависит, какое соотношение, вообще, какой объем одной сделки, можете ли вы себе позволить открывать несколько сделок, какой общий объем открытых сделок, какой допустимый максимальный объем открытых сделок вы можете себе позволить открыть. Это вопросы, которые обязательно требуют ответа. Без них у вас нет системы. Мы с вами рассмотрели 8 элементов торговой системы. Это инструмент торговли, временной интервал, время торговли, способ открытия, точка входа-выхода, сопровождение объема. Это минимум, который должен быть у вас прописан. Если у вас чего-то не хватает, я вас поздравляю. У вас, к сожалению, нет пока что торговой системы. Но ничего страшного. Главное, иметь инструменты для улучшения системы, знать, иметь знания, и все придет со временем. Почему я хочу вам еще раз хочу настоять на том, что нужно обязательно четко, конкретно понимать все элементы торговой системы. Почему еще важно иметь вот эти все прописанные правила? Потому что для вас открывается очень интересная статистика, очень интересная картина собственной торговли. У вас есть возможность проанализировать результаты своей системы, провести факторный анализ результатов, посмотреть, где слабые места у вашей системы, что нужно подтянуть, что вам дает, что тянет вас вниз, что приносит вам убытки. Кстати, вы можете использовать сервис «Статистика трейдеров» от компании «Герчики Ко». Этот сервис доступен всем, кто на тысячу долларов пополнился. Вы можете его использовать. Можете. Помимо этого я рекомендую еще делать скрины. Ну, я думаю, что вы все это знаете. Мало кто делает. Делать скрины сделок. Сигнал до момента, до входа в рынок, да, скрин. И потом по закрытию сделки тоже обязательно скрин. Все расписывать, когда вошел во сколько, по какому инструменту, какие сигналы, что получил, как вышел результат. И потом, спустя время, в течение, там, в конце недели, в конце месяца, в зависимости от вашего стиля торговли, это краткосрочное, среднесрочное, вы оцениваете этот результат, смотрите, корректируете систему, меняете что-то и приводите ее к тому, что она будет для вас, она будет идеальная, для вас она будет прибыльная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин